В новый учебный год с новыми амбициозными планами и достижениями в Киевском институте интеллектуальной собственности и право Одесской Юрокадемии прошла торжественная линейка, приуроченная ко дню знаний. Несмотря на то, что вузу всего 5 лет, в его послужном списке достижений побольше, чем у многих других высших учебных заведений. Квалифицированный профессорско-преподавательский состав, материально-техническая база, которая постоянно обновляется. А главное, возможности, которые предоставляет институт молодым людям со всей Украины. Со сцены студентов приветствовали члены Кабмина, в том числе министр образования и науки Сергей Шкарлетт, представитель учебного сообщества, а открыл торжество напутственным словом президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов. Юбилейная линейка. Киевский институт интеллектуальной собственности и право Одесской юридической академии торжественно принял в свои ряды 700 первокурсников. Еще 250 зачислены на первый курс профессионального колледжа. Для них и их близких, безусловно, волнительный момент. Старт нового жизненного периода знаменуется гимном Украины. Еще нам, братья украинцы, усмехнется Коля. Студентов и почетных гостей трогательно и одновременно торжественного события приветствовал президент Одесской юридической академии, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. Мы впервые в этом году стали самостоятельным высшим учебным заведением. Вы знаете, так как сложилось законодательство, мы должны были вот к первому сентября вписаться в самостоятельное высшее учебное заведение. И у нас это получилось. Получилось, потому что есть и политическая воля, и воля министра освятий и науки Шкарлета Сергея Николаевича. Давайте поблагодарим его за все, что он сделал для нашего вуза. АПЛОДИСМЕНТЫ Я щиро вітаю вас в день 30-летнего восстановления независимости Украины. Для вас особливый год, он для нас для всех особливый. И я абсолютно уверен, что через некоторый час каждый из вас скажет, что я сделал правильный выбор. Но самое главное, чтобы вы учились в течение своего жизни, набывали знания и, уверенно, были гидными сынами и дочерями Украины, которая есть, которая есть великой Украиной, которая может кроковать впевненно вперед. По-перше, хочу привітати всіх с начала нового навчального року. Хочу поблагодарить, чтобы качество и знания студентов были номер один и были лучшими в всем освятительном просторе. Сейчас мы ведемо перемоги, что мы подпишем договор, и мы будем рады видеть студентов у нас в Рахунковой палате для стажирования. Я уверен, что много из них может найти себе новую работу в рамках Рахунковой палаты. И я думаю, что эти студенты будут доволены тем, которым они получают в Рахунковой палате, и в подальшем, в своем будущем. Хочу всем поблагодарить новых завершений. Профессорский икладовский склад чудовый. Хочу, чтобы он только посильный, посильный доктор, кандидатами, профессорами и теми людьми, которые хотят развивать этот заклад. Если говорить о материальной технической базе, то я считаю ее одной из лучших в стране. Если говорить о уровне удовольствия студентов, то я уверен, что они говорят, что нам здесь приятно, мы здесь хотим учиться. И не лишь учиться, а получать эти знания и потом в подальшем эти знания использовать для блага нашей страны. Сергей Васильевич – мощный юрист, он всегда дает об обучении, об ее юридические аспекты. Я больше не менее уверен, что многое из закладов, которым он давал путевку в жизнь, стали одним из лучших. Я желаю, чтобы эти заклады стали еще лучше. Я уверен, что Сергей Васильевич все, что имеет, свой потенциал, разум, потужность, будет вкладывать в развитие. И это личит ему лишь позитива, делает его еще сильнейшим. И я желаю, чтобы он на этом не остановился. Я желаю, чтобы я сам хотел бы почути, и чтобы я сам бы хотел бы порадить, как бы был на вашем месте, научитесь. Я, когда впервые потрапил до этого заклада, я снова захотел стать студентом. Такие условия, как вам созданы на сегодня, заслуждают очень много чего. И для вас действительно создано все. Вы можете научиться, вы можете себе это позволить. Я за вас щиро, щиро радую, что у вас есть такие возможности. Зі своего боку, могу сказать, что Министерство юстиції завжди готово открыть для вас свои двери. Мы уже не разговаривали вчера, мне кажется, с Сергеем Васильевичем. Мы готовы показать те, с чем, скажем, юристам, которые сегодня учатся тут, доведется иметь право. Мы готовы открыть двери виконавчих служб, институтов судово-экспертизи, ЗАГСов, будь-яких других закладов, которые имеют отношение до той установки, где я працюю, и до тех направлений, которые я очолю. Руководство института и приглашенные гости также пожелали студентам провести студенческие годы с максимальной пользой. Личность формируется здесь и сейчас. Руководство института, в которых вы сегодня перед собой оставите. Я от имени профессорского виконавчанского склада особисто от себя желаю вам того, чтобы вы были лучшими. И уже сегодня вы формуетесь как особисты. И я бы очень хотел, чтобы вам гордились ваши батьки и, безумовно, они. Я хотел бы первое приветствовать вас с тем, что эта события прекрасно происходит не онлайн, а офлайн. Всі мы уже втомилися от онлайн. Хочу, чтобы оно и не закончилось, чтобы мы не переходим снова онлайн. Хочу отримать слова министра, что вы действительно сделали свободный и правильный выбор. И Сергей Васильевич, мы не будем переманювать, а будем одружить. И действительно хочу отримать слова всех выступающих, чтобы вы не втрачали этот час. Час очень быстро плани. И вы не стыдете, чтобы вы уже закончили участие, как уже закончилось участие, и уже нужно идти и працювать. Поэтому ценуйте ваши отношения, дружные, которые складываются у вас во время участия. И поддержите одного по жизни. Спасибо. Традиционно ВУЗ отметил День знаний праздничным концертом. Поздравить учащихся с началом нового учебного года приехала заслуженная артистка Украины Наталья Валевская. Я была возможность сегодня заспевать главные песни, гимн Украины и мир над Украиной. Это песня, которая актуальнейшая, главная сейчас в моем репертуаре. И вот хай это прозвучит уже много раз, но все мы божаем мир в Украине. И вот все студенты, которые сегодня были присутствуют, это надея Украины. Это те, кто ее будут бороться, прославлять и уменьшить. Поэтому хорошего будущего и божаю успеха всем. Для известной украинской певицы Киевский институт интеллектуальной собственности и права – это родная Альма Матер. Более того, сейчас Наталья Валевская продолжает обучение в аспирантуре Одесской юридической академии и не понаслышке знает о высоком уровне профессорско-преподавательского состава и достоинствах современной инфраструктуры университета. Я знаю, что Сергей Васильевич Кивалов очень серьезно относится к подбору кадров. Кто будет выкладывать, кто будет навчать, передавать знания наступному поколению. Он выбирает лучших, находят их по всей Украине и приглашает сюда. В этом и есть великое везение всем студентам, потому что они будут навчаться в лучших в своей профессии. Просто в лучших. А навчаться в лучших, я думаю, что это не каждому дано. Не все могут забывать навчание в лучших. Поэтому это великая заслуга родителей. Привет всем. Батькам, которые доплали всех усилий, чтобы отправить своих чат сюда навчаться. Вы правильно сделали и выбрали правильный вуз. Ежегодно в Киевском институте интеллектуальной собственности и права ко дню знаний принято награждать лучших студентов, которые имеют большие достижения в науке, спорте и творческой деятельности. В этот раз получить грамоту было особенно почетно. Ведь награждали студентов президент Одесской юридической академии и министр образования и науки Украины. Букаренко Степан Кюрьевич. Вы знаете, несколько раз я был присутствием в Киевском институте интеллектуальной собственности и права. А сегодня очень приятное впечатление, как всегда, это великый коллектив студентов, першокурсников, великый коллектив профессорского вклада, профессиональный коллектив, который уособил в себе все те конкурентные требования, которые могут быть достигнуты студентами. Если, конечно, они будут прагнули до знаний, но этот коллектив способен дать знания, способен дать пошту вперед, способен дать развитию нашей молодости, чего именно сегодня потребует наша государство. Університет выбирала еще 4 лет назад и вообще не знала, куда пойти, но мой взгляд впал именно на эту академию. И я ни разу за эти 4 лет учения не засумнелась в своем выборе. Я знаю, что я выбрала правильный институт. Тут неймоверные выкладачи, неймоверный студентский склад. Очень нравится тут учиться. Сегодня наградили грамоты, повисели на дождь пашани, неймоверно пашаються этим. Символическое вручение первокурсникам студенческого билета, как символ путевки во взрослую, сложную, но интересную жизнь. Ярким восклицательным знаком события для студентов и гостей университета стало выступление заслуженного артиста Украины Никола Петруша. Символическое вручение первокурсникам студентов и гостей университета Украины Никола Петруша. Украина. Посвящение в первокурсники 2021 войдет в историю еще и тем, что впервые Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия произвел набор студентов как самостоятельное высшее учебное заведение. Были приняты изменения в закон об образовании. И в этом законе предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни во Львове не могут быть филиалы высших учебных заведений. И если не могут быть филиалы, значит что? Нужно или закрывать филиал этот, или преобразовать его в самостоятельное высшее учебное заведение. Мы пошли по другому пути. То есть мы преобразовали Киевский институт интеллектуальной собственности как структурное подразделение Национального университета и юридической академии в самостоятельное высшее учебное заведение. Сегодня в этом ведущем юридическом вузе Украины учатся около 2000 студентов, приехавших из разных городов, со всех уголков страны в столицу. Выбор специальностей, которые предлагает вуз, широк. Право, международное право, кибербезопасность, журналистика, менеджмент, правовая психология, правоохранительная деятельность. Можливо студент на початку, есть такой эффект, эффект первого выражения. Первое выражение, что у студента, что у вкладача, что у батька, который заходит до Киевского института интеллектуальной властности и права, есть абсолютно позитивным. Мы видим зразковый порядок, наполнение навчальных лабораторий, специфичными и приладами, и подручниками, методичными вказовками. Ну, это перспективный, далекоглядный заклад обучения, который способен дать конкурентные преимущества своим студентам. Сегодня студента первого курса пришел поздравить лично министр образования и науки Украины Шкарлиц Сергей Николаевич. И вы знаете, настолько это было искреннее поздравление, столько это было красиво, настолько это было с любовью к студентам, что это все заметили. И праздничная программа для студентов, которые поступили на первый курс, и их родителей. Рекордные цифры в этом году констатировала приемная комиссия. Так, на профессионального младшего бакалавра поступили более 250 студентов, на бакалавра поступили более 350 студентов. В магистратуре продолжат обучение более 100 студентов. Это тенденция, которую мы уже находимся на последних 4-5 лет, просто меня вражает особо. Это результат нашей особенной деятельности, деятельности президента Университета Сергея Васильевича Кивалова. Потому что динамика набора студентов нас просто вражает. На сегодняшний день мы можем констатировать, что эта кампания вступна за все годы в створении нашего института. Это практически плюс 15%, это очень много, по всех специальностях без виплющения. То есть, мова не идет только про право, а про все другие специальности, которые у нас есть. Это говорит о том, что институт делает все правильно, чтобы студенты поверили, что это действительно один из самых лучших. Починаючи с того часу, я мав честь бути колегою, ректором университету и спілкувався с Сергеем Васильевичем Кивалом. С того часу ничего не изменилось. Все тот самый поштовх до певного развития. Все максимально амбитные планы, максимально амбитное прагнение до развития заради наших детей, заради нашей страны. Это все и витворение в Киевском институте интеллектуальной властности это право. Три года назад на таком же празднике, посвященному началу нового учебного года, руководство торжественно объявило всем собравшимся о строительстве на базе Киевского института интеллектуальной собственности и права нового спортивного комплекса. И несмотря на ковидную эпоху, которую преподнес 2020 год, обещание было выполнено. В 2021 году вместе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом и главой фракции «Слуга народа» Верховной Ради Украины Давидом Арахамей был торжественно открыт новый спорткомплекс, построенный в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. «Розглядаючи сферу освіти України, вона полягає від дитячих садків, шкіл, профтехосвіта, коледжів, университетов, студий підвищення кваліфікації. І саме Національний университет Одесская юридична академія, саме президент университету, саме ректор университету Сергей Васильевич Кивалов акцентує увагу на розвитку освіти в комплексному форматі. Сьогодні ми бачимо школу в Одессі, сьогодні ми бачили декілька філій від молодшого бакалавра, бакалавра, магістра в декільках містах України. Все це об'єднує системність і структурність тих освітніх перетворень, які потребує наша держава». «Для якості освіти найважливіше – це постійне вдосконалення, постійний процес вдосконалення всіх моментів, які притаманні університету. І сьогодні ви перерахували дуже влучно і дуже вдало. Це розвиток не тільки матеріально-технічної бази, адже ми сьогодні бачимо, як з року в рік покращується матеріально-технічна база, як будуються нові стадіони, як будуються нові умови для того, щоб студенти комфортно себе почували в закладі освіти. Більше того, дуже приємно спостерігати за тим фактором, як розвивається культурна масова робота в університеті. Подобається, наскільки змінюються і щасливі студенти в цьому закладі, у них починають горіти очі. А коли в них горять очі, тоді вони добре навчаються, тоді вони добре і комфортно перебувають в університеті, і вони показують результати, як справжні студенти, які в майбутньому стануть хорошими фахівцями. Безумовно, це все залежить від керівництва. Якщо немає бажання і енергії втілювати всі ці задуми життя, нічого не буде. Уже скоро на стадионе установят трибуны на 2500 мест. Подтрибунные помещения оборудують как тренажерный и спортивный залы, где начнут свою работу секции по разным видам спорта. Такой комплекс может служить местом проведения как городских, так і всеукраинских і международних соревнований. Але в першу очередь це мощна спортивна база для тренировок і занятий студентів Київського інститута інтелектуальної собственності і права, котрій вони можуть гордиться. На сьогоднішній день на території нашого інститута функціонірує Карпатський парк, Карпатський водопад. Зовсім недавно у нас було відкриття спортивного комплексу для физичного розвитку наших студентів. И вот именно руководство нашего института создают все условия, чтобы студенты получали не только качественное образование, а и имели возможность учиться в европейских условиях. У нас есть студентские самоврядувания, я безусловно в нём находлюсь, я комитет маркетинга, у нас також есть еще комитеты культурно-масовый, спортивный и благодейные комитеты. Мы все заходы, которые у нас есть в институте, организовываем, проводим их, снимаем различные видео, ролики, монтуем это все, следуем за нашими социальными мережами. Также привабливало то, что здесь есть студентские самоврядувания, то есть будет хорошо насыщение студентским взаимодействием. Знаете, если наш студент не работает за фахом, он станет успешным. Если посмотреть на выпускников Национального штата Одесская городическая академия, то мы там можем увидеть успешных артистов, известных журналистов, и много других профессий, в том числе и политиков, и выпускников Национального университета, достигают очень хороших результатов и успехов. Вы знаете, университет должен быть таким, как Национальный университет Одесская юридическая академия. Ничего нового придумывать не нужно, все уже сделано и придумано. Нужно поддерживать эти традиции, нужно с повагой и шаной ставиться до студентов, до батьков. И это будет успехом и будет большой набор. Киевский институт интеллектуальной власти, это право, один из прикладов. Немаловажный фактор воспитания успешного студента – высокий уровень его духовного образования. Символично, что в сентябре прошлого года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на территории вуза состоялась закладка первого камня в основании студенческого храма преподобного Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. Благословил строительство нового храма сам предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины – Ануфрий. И вот мы всегда на протяжении многих уже лет выработали одно направление. Вначале нужно думать о духовности, а потом все остальное. И это правильно. Я вспоминаю, 24 года назад, когда мы начинали создавать Национальный университет юридической академии, оппоненты говорили, зачем? В Одессе столько храмов, в Одессе столько вузов, а сегодня Национальный университет юридической академии – лучшее высшее учебное заведение. И секрет заключается в том, что мы сначала построили храм. И тогда все успехи пошли, потому что, ну, все от Бога. Начали строиться школы. Вначале построили храм, а потом, как крылья, пошли учебные классы. И сегодня это лучшая школа в Одессе и в Украине. Поэтому я уверяю вас, что это будет лучший институт интеллектуальной собственности и права, или мы его назовем университет. Почему? Потому что мы особое внимание придаем духовности. Постепенно православный храм обретает кровлю и стены. Уже скоро, обещает администрация вуза и священнослужители, наступит день его освящения. Зазвонят его колокола, и он примет первых верующих. Хотелось бы отметить, что есть традиция не просто храма строительства, а есть традиция строительства храмов университетских. И на определенном этапе церковной истории, по понятным историческим причинам, эта традиция была пресечена. Но в новейшее время традиция строительства университетских храмов возрождается с особой силой, с особым размахом. И во многом благодаря, вот в том числе и Сергею Васильевичу, который, ну не берусь сейчас точно сказать, но в Одессе, наверное, это был первый университетский храм. По Украине, не знаю, может быть и по Украине, но по Одесской области это был храм стартовой ученицы Татьяны, точно первый университетский храм. Знаете, мы проводили дуже багато спілкуваний с нашими студентами, и вот потреба была самая в храме. Всі задавали ці питання, проводивши там анонимные опитывания, всі казали, что все є, крім нашого храма. И завдяки президенту нашему университету, цей храм народился. У студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права есть все, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне. Познакомиться с надежными друзьями, пройти вместе увлекательный путь и в его завершении получить востребованную профессию. К слову, знания здесь дают в первую очередь. Я искренне хочу поздравить в первую очередь студентов первого курса Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия с началом учебного года. Я очень хочу, чтобы они были всегда востребованы, чтобы они были здоровы, чтобы они были успешными, чтобы они служили на благо своего Отечества, Отечества Украины. Продолжение следует...